Ну, 30% людей вообще легко входят в транс, легко входят в транс при небольших напряжениях. Они о чём-то сосредотачиваются, например, учились медитировать, и легко входят в состояние. По методу Шапира, там, газодвигательные реакции, легко входят в состояние. В аэробике легко входят в состояние, потому что при небольших напряжениях у них сбрасывается напряжение, они входят, вот этот вот резкий сброс вызывает вот это трансовое состояние. Я вам расскажу все эти методы, о чём они построены на одном и том же принципе. Либо ты входишь в состояние при небольшом напряжении, тогда ты в 30%, а тем остальным, которые зажают, им надо сначала сделать раскрепощающее упражнение, поэтому им нужен ключ. Слушайте, у меня был такой друг, ну, я его давно не видел, в Нижнем Новгороде, когда я был профессором, как и в здоровье сбережения Нижнегородского института образования. А мы там с ним опять встретились, это Карась Виталий, мой друг, такой психотерапевт, психиатр, такой мощный человек, он мне говорит, а у меня у всех вот это вот, я твой метод даю, говорит, руки расходятся. Я говорю, слушай, а у меня в 30% расходятся, а у остальных нет. А ты, говорят, скажи им, пусть отожмутся, говорит, от пола 10 раз, доведут напряжение до пика. Вот именно, если вы решаете какой-то вопрос, будь то ключевой стресс-тест, или какое-то другое действие, или решаете бытовой вопрос, у вас же идет напряжение, а вы доведите его до пика, это будет элемент ключ-2. Да-да-да, друзья, доведите до пика напряжение, просто решая какой-то любой вопрос, хоть математический, хоть бытовой, хоть какой-то, настраиваясь на что-то, если у вас что-то, вопрос не решается, напряжение растет, доведите его до пика, отожмите 10 раз от пола хотя бы, и пойдет после действия. Да, вы все узнаете. На третьем занятии вы все узнаете. Заходите на третье занятие за мной.